Тема моей проповеди – «Ты не один». Тема нашей проповеди сегодня – «Ты не один». Знаете, бывают тяжелые времена, и кто-то проходит через эти тяжелые времена. У вас есть сложности, и сложности в общении с другими людьми, сложности. Даже Адам в раю ощущал одиночество с Богом. Поэтому Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Но создал Он такого же, похожего. Очень важно найти таких похожих на себя. Очень важно найти таких безумных, как ты. И вы знаете, когда человек не похож на тебя, вы знаете, тебе будет сложно изменить его. Некоторые мужья пытаются изменить своих жен, вместо того, чтобы выбрать жену похожую уже. Некоторые жены начинают менять своих мужей. Выбрать нужно такую же, как ты, похожую на себя. Безумен Христа ради. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, и Бог нас меняет, Он изменяет нас, и Он делает из двоих одно. Из мужа делает мужчину, который способен на определенное свершение. Из жены делает хозяйку и помощницу, но они похожи. Я очень похож со своей женой, я не знаю. Но есть качества, которые она дополняет, и недостатки, которые у меня есть, она дополняет и восполняет их. Но мы похожи. Похожи ментально, похожи в рассуждениях, похожи в своих откровениях, похожи. Если вы не похожи, вам делать нечего друг с другом. Что-то нужно изменить в своей жизни. И не надо менять партнера, не надо менять кого-то, потому что ты будешь чувствовать одиночество замужем или женат. Потому что в твоей жизни должны быть перемены. Настоящие перемены. Вы знаете, мы часто осознаем, когда у нас приходит проблема, мы начинаем с этой проблемой сражаться. Вместо того, чтобы понять, откуда пришла проблема и почему пришла проблема. Бывают, эти проблемы приходят только для того, чтобы испытать тебя. А бывают проблемы, которые приходят для того, чтобы изменить твою натуру. Кому-то надо меняться. Кому-то нужно сегодня много перемен. И вы знаете, чем тяжелее ты проходишь этап своей жизни, тем лучше для тебя. Кто-то говорит, да нет. Вы знаете, состояние одиночества, которое ты обрек на себя, это не состояние, которое хочет Бог, чтобы было в тебе. Он даже Адаму должен. Подстать ему, правда? Если у тебя нет интересов с ним или с ней, если она не проповедует Слово, или он не говорит Слово Божье, слушай, какой у тебя интерес? Какое у тебя может общее быть? Вы знаете, с некоторыми с сестрами разговариваешь, они только думают о красоте. Ну, если ты, как его, нарцисс, то, может, тебе будет приятно с ней какое-то время. Ну, вы съедите друг друга. Вы знаете, когда Бог создавал Адама, у Адама было общее с Богом что-то. Общее с Богом что-то. Когда Бог создавал Еву, у Евы было общее что-то с Богом. Потому что Он взял из его ребра и создал ему жену. Поэтому я вам прошу, братья, если вы думаете сейчас жениться, посмотри, как она или как он что делает? Поклоняется Богу. Ты испытываешь одиночество, и это одиночество в твоей жизни. Как ты его вкладываешь? Послушайте, если у вас есть о чем рассуждать, если вы говорите о возвышенных вещах, если вы говорите о Господе, о горнем помышляете, то у вас все нормально. Если вы эгоистичны, гоните ее от себя или его от себя. Почему? Потому что никогда этот союз не будет благословен. Библия говорит, Бог гордым противится. Бог гордым противится. Но смиренным дает благодать. Я вам хочу сказать, что если она не умеет смиряться перед Богом, то она никогда не смирится перед тобой. Если он не смирен перед Богом, он никогда не смирится в ту ситуацию, в которую он попадет, и не сможет управлять семьей, Бог гордым противится. И я хочу сегодня проповедовать на тему «Ты не один». Потому что часто мы делаем ошибки, когда мы чувствуем это одиночество. Чувствуем это одиночество. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 глава. Сегодня у нас замечательный день причастия. Почему нам дан Дух Святой? Для чего? Многие знают, для чего нам надо сила. Нам нужна сила, чтобы свидетельствовать, чтобы говорить. Но нам нужна сила не только для того, чтобы справиться со своим одиночеством, со своими страхами, которые приходят в нашу жизнь, Некоторые их страхи настолько велики, больше, чем они. Человек вообще существо социальное, и нам надо общение с другими людьми. Но тебе надо найти общение с теми людьми, которые подстают тебе, которые верят так же, как ты. Или которые поднимут тебя на уровень веры. И в 16 главе написано, 7 стихе. Истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если не пойду, скажи своему соседу, если он не пойдет, но он пошел. И вы правильно рассуждаете, что он пошел. Если не пойду, то утешитель не придет. Нам надо утешение. Скажи утешение. Кому-то нужно больше утешения, чем всем остальным. И вы знаете, как правило, люди, которые нуждаются в утешении, это люди, которые что-то делают. Ободрение, которые что-то творят в своей жизни. Вы помните, что происходило с Адамом? Адам назвал всех животных, но не нашел себе. Он занимался работой, он трудился. Он, находясь в раю, он занимался трудом Божьим. Бог дал ему задание назвать всех животных. Сколько животных в мире? Попробуйте назвать их хотя бы. Попробуйте их уловить, суть, сущность, потому что он не просто называл их, он называл их, потому что лев это лев. Он улавливал их сущность. Он искал в них что-то. Он был философом, он был тем человеком, который мог увидеть в них что-то. И вы знаете, он трудился, и Бог утешил его и дал ему то, в чем он нуждался, Еву. Вы знаете, но всегда, когда твое утешение, оно приходит в твою жизнь, оно может послужить тебе злую шутку, когда ты начинаешь к этому утешению прилагать свое сердце. Дух Святой есть утешитель, но я не видел, чтобы люди сильно прилагали сердце свое к Духу Святому, потому что утешение, которое он дает, он говорит, слушай, не бойся, ты не один. Не бойся, ты не один, потому что страх одиночества, он сковывает людей, он не дает человек удвинуться вперед. И вы знаете, самое интересное, то, что в Коринфянам, давайте откроем это Коринфянам 17 глава, о, 15 глава. Я сказал Коринфянам, деяние апостола, 17 глава. Слава Богу! 17 глава. Здесь говорится о возмущении людей, которые возмущались против Павла. И вы знаете, самое интересное, я не это хотел прочитать, чего я записал это, извините. Деяние апостолов. 18 глава. Девятый стих. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся и говори и не умолкай. Смотрите, Павел, он был таким твердым человеком, но и ему нужно было утешение, но ему нужно было успокоение. И он говорит, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Есть люди, которые нуждаются в тебе, и есть люди, которые будут слушать тебя, и есть люди, которые окружают тебя. Вы знаете, это надо получить от него, это надо принять от него. Одиночество, это то, что состояние, которое дьявол пытается ввести нас, чтобы мы не смогли сделать то, для чего мы призваны. Но Бог, он говорит, он говорит, давайте откроем 16 глава снова, 32 стих Иоанна. Вот наступает день, уже и настал, что вы рассеетесь в каждую свою сторону, и меня оставите одного. Иисус говорит, что вы оставите меня одного. Но он говорит, но я не один. Почему он это говорит? И почему он говорит об этом им? Когда он должен говорить и обадривать их, поднимать их, потому что в его жизни будут проходить трудности. Слушай внимательно, ты не один, который проходит трудности. Иисус пошел на крест за твой грех, не за свой. У него не было греха, он пошел за твой грех. Он претерпел одиночество от людей, но он не был один. Вы знаете, наше одиночество, оно зарождается в голове. Наше одиночество зарождается в наших мыслях. Но когда ты начинаешь славить Бога, когда ты начинаешь прославлять Его, когда ты начинаешь молиться, Бог утешает тебя. Почему он говорит об утешителе? Перед этим, что придет утешитель, лучше, чтобы я ушел, лучше, чтобы ты остался один. Вы знаете, некоторые сегодня думают, как это так? Я останусь один, никто мне не поможет. Никто не выдержит меня, никто не поддержит меня. Слушай внимательно, даже если вы все оставите меня, он говорит, я не один. Ты должен поверить в это, что если в твоей жизни есть какая-то трудность, и ты один проходишь через нее, ты не один. В твоей жизни проходит Господь с тобою, Он ведет тебя, Он направляет тебя, и у Него есть выход уже. Я хочу, чтобы ты услышал, у Него есть выход. Готов ли ты услышать это? У Него есть выход, но тебе надо пройти через Него, тебе надо выйти через Него. И вы знаете, нет другого выхода, как только выход Божий. И это выход, когда все остальное не важно. И вы знаете, мне нравится, это написано, давайте откроем, я прочту это место. Илья на горе Хариф встал он, поел, напился, подкрепился той пищей и шел сорок дней, сорок ночей с горы. Да, 3 Царств, 19 глава с 8 стиха. И пошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему Слово Господне и сказал, что ты здесь, Илья? Он говорит, я один. Я пришел от великого одиночества. Вы знаете, куда нам бежать от одиночества? Вы слушайте внимательно меня. Если ты не бежишь к Богу от одиночества, то придет кто-то другой и займет это место. Если ты не бежишь к Богу от одиночества, в твою жизнь придет дьявол. Я не знаю, в каком лице, я не знаю, в чем лице, но он придет, он утешит тебя своим утешением, он сделает неправильные вещи. Вы знаете, как женщины выбегают замуж? Она просто поймана была, потому что она чувствует внутреннее одиночество. Но если она поклоняется Богу, как мужчины выходят и выбегают, женятся, только из одного, что они думают, что они одиноки. Послушай внимательно, если человек поклонник, ты не одинок. Илья, великий муж Божий, он переживает одиночество, и Бог его хочет подкрепить. И знаете, куда он его зовет? В молитву, на гору. Если твоя молитвенная жизнь, она сегодня просто остановилась, ты будешь ощущать одиночество даже среди множества людей. царь Саул, он был одинок. Давид, когда на него даже восставали его друзья, он знал, куда бежать. Он приходил и просил Бога, Господь, наполни меня, дай мне ответ. Я хочу слышать голос Твой, что мне делать? Если ты так спрашиваешь, в твоей жизни ничего не потеряно, но послушай внимательно, не ищи помощи от других, не ищи помощи от тех, которые не способны тебе помочь. тебе нужно найти сначала Господа. И он говорит, я одинок. Возревновал я о Господе. Цены твои оставили завет твой, разрушили жертвенники, пророков твоих убили мечом, остался я один. Вы знаете состояние одиночества? Я один. У тебя есть сила, у тебя есть умение, у тебя есть что-то, знание, но ты один. Мама с двумя детьми, тремя детьми, четырьмя детьми не имеет значения, когда муж, извините, меня занимается своими делами, она одна. Одиночество. Иисус говорит, я не один. Даже если вы оставите меня, я не один. Почему Он это сказал? Потому что его молитвенная жизнь, она была в полном порядке. Ему не надо было Ева. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Это одиночество не гложило его. Он знал, для чего он идет. Он знал путь Божий. Он знал волю Божью на свою жизнь. Когда ты знаешь волю на свою жизнь, ты не одинок. Когда ты получаешь откровение от Бога, ты не одинок. Как Павел, который в Деянии апостолов, он молится Богу, что мне делать, все не хотят слушать, я тут проповедую, проповедую. Он говорит, проповедую и не бойся. У меня тут множество людей, которые будут с тобой, будут слушать тебя. Множество людей. Есть страхи, которые не дают тебе двигаться вперед. Молись. есть сомнения, которые не дают тебе двигаться вперед. молись. Послушай внимательно, если твоя молитвенная жизнь сейчас начнет возрастать, если ты начнешь молиться и просить, вопрошать у Бога, у Него есть ответ. У Него есть для тебя видение, видение, у Него есть откровение для тебя и у Него есть будущность. Давайте заложили царство. Я прошу вас, пожалуйста, давайте откроем Исаия 40 глава. Исаия 40 глава. Аллилуйя. Разве ты не знаешь 28 стих? Разве ты не слышал, что верный Господь, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Он не устал тебе помогать. Разум Его не следим. Ты думаешь, ты все знаешь? Нет. Ты думаешь, что-то ты узнал уже? Нет. Смотрите, Он дает утомленному силу. Если ты устал сегодня, у Него есть сила. помните, Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете утомляться. Вы будете утомляться, но вам надо исполниться Духом Святым. Потому что одиночество это когда ты без сил. Ты слаб. Ты не можешь двигаться вперед. И тут дальше интересно. изнемогшему крепость. Знаете, крепкие люди, они крепкие во всем, здоровье крепкое. У кого есть крепкое здоровье? Помните, мне нравится, когда Бог обращается к Иисусу Навину, Он говорит, будь тверд, и мужествен. Только будь очень тверд и очень мужествен. Будь тверд и очень мужествен. Есть моменты в нашей жизни, когда нам надо быть твердым и мужественным. Мне нужно быть твердым и мужественным. По какой причине нам надо быть твердым и мужественным? Потому что те, которые вокруг нас, они нуждаются в видении Божьем, в видении Божьем и откровении Божьем. И бывает, нам надо принимать решения, которые не очень нравятся другим. Будь твердым, мужественным, не поддавайся на уловки дьявола. Кто-то говорит, ну, ты же останешься один. Не поддавайся на уловки дьявола. Ты не один. Принимай правильные решения. Вы знаете, когда ты идешь за Господом, а твой партнер или партнерша не идет за Господом, я не один. Можно лежать в постели и быть одиноким. Знаешь почему? Один берется, другой. Это Слово Божье, которое гласит, слушай, ты не один. Если ты избрал этот путь, дойди до конца, будь тверд и мужественным, будь тверд и мужественным. Утомляются и юноши, и молодые люди падают, а надеющиеся. Откуда твоя надежда? Откуда ты подчерпаешь эту надежду? Откуда приходит надежда? Вы знаете, некоторым сегодня нужна надежда. Знаешь почему? Потому что силу дает надежда. Тебе дает надежда силу. На что ты надеешься? Ты надеешься на того человека, на этого человека, и они дают тебе силу какое-то время. Проклят всякий. Но послушай внимательно. Есть надежда, которая не постыжает. Есть надежда Божья. Есть надежда, которую Он хочет, чтобы ты возложил на Него. Надеющийся на Господа не постыдится. Если ты будешь надеяться, полагаться на Него всем сердцем, а надеющиеся на Господа, обновяться в силе. Скажи, надежда дает силу. Я люблю это. Она дает мне силу. Почему? Потому что бывает мне сложно, и мне нужна надежда. Знаете, как я ползу к этой надежде? Когда мне тяжело, когда мне плохо. И вы знаете, я не верю, что верующему человеку всегда хорошо. И он всегда танцует. Бывает мне сложно, и я ползу к молитве. Я иду на молитву. Я иду к Господу, как тот, который, похоже, был сильным мельей. Он ползет туда и говорит, я одинок. Я одинок, потому что все оставили меня. Никого нет, кто ищет Бога. Вы знаете, он был обманут чуть-чуть. Но я думаю, что Бог допускает в нашу жизнь, чтобы мы жили в обмане только для того, чтобы мы не оставили самое главное. Надежду на Господа. Надежду на Того, Который дает все. Надежду на то, что у Него есть все для нас, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. Знаешь, где ты силу будешь черпать? В молитве. Знаешь, откуда твоя сила? В молитве. Знаешь, где твоя сила? Иди на гору. Если ты придешь туда, это только надежда. Вера, это когда ты уже получил от Него, и ты двигаешься в этом, хотя не знаешь, произойдет или нет. Некоторые сегодня идут на ощупь, они устали, они немощны, они одиноки, но вам нужен сегодня Бог, который укрепит вас. И я говорю надеющимся, вам надо взойти на гору и молиться. Пока вы не услышите в свое сердце, успокойся, ты не один. Ты не один. Знаете, почему Иисус сказал это? Потому что Он слышал Бога. Вы помните, что произошло на кресте? Кто из вас помнит? Что за возглас, который Он возгласил громким-громким голосом? И еще. Или-или, Лама Савахвани. Вы знаете, самое интересное, Он возгласил это Богу. Когда у тебя нету сил, у тебя остается надежда. И ты начинаешь громко кричать к Богу, возопел к Богу. Библия говорит, что Он принес молитвы, прошения за всех человек. Знаете, одиночество Иисуса Христа обусловлено было тобой и мной на кресте. Потому что Бог не может находиться в греховном теле. Твой грех и мой грех был на нем. Он оставил его, чтобы сегодня быть с тобой. Он оставил самое любимое, самое дорогое, то, что есть у Него, чтобы сегодня быть в тебе. Как я понимаю, когда Он возгласил это. О, Илью зовут. У Него та же проблема, что у Ильи, люди подумали. Одиночество. Он остался один. Он остался один на своих проблемах, со своими проблемами. Но Бог, утешающий Бог, и Библия говорит, что Он воскрес из мертвых, когда был заточен, когда был опечатан Его гроб. Почему? По какой причине? Потому что Он был свят, Он не согрешил ни в чем. И Господь, Он доказал это. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Давайте прочтем дальше. 41 глава Исаия. Мне нравится здесь. С 10 стиха. Он говорит к Израилю. Но я хочу, чтобы ты услышал, что Он говорит через пророка. Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, поддержу тебя десницею правды, рукою правды своей. Вот в стыде, посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут, как ничто, погибнут, припирающиеся с тобою. Те, которые просто спорят с тобою. Будешь искать их, и не найдешь враждующих против тебя, борющихся с тобою. Вы знаете, одиночество может быть тогда, когда кто-то борется с тобою, воюет против тебя. Когда почувствовал Илья, одиночество? Когда царица начала воевать с ним? Есть состояние, в которое тебя вгоняет дьявол, и он пытается вогнать тебя, что ты одинок. Вроде все нормально, все хорошо, вроде Бог не оставил тебя, но ты одинок. Он запугивает тебя, дьявол. Он пытается запугать тебя. Но слушай внимательно. Бог обращается и говорит к Израилю. Ибо Я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Не бойся. Я помогаю тебе. Скажи своему соседу, Бог помогает тебе. Ты не одинок. Бог помогает тебе, потому что если в твоей жизни должно быть упование, начни уповать на Бога. Перестань уповать на что-то, на человека, на свои силы, на свои дела. Перестань уповать на то, что ты делаешь. Прийди к Богу, начни молиться, чтобы Его Слово пришло в твою жизнь. Не бойся. Череп, Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе. Господь искупитель твой, святой Израилев. Господь искупитель твой. Знаете, что он делает? Он говорит, я купил тебя. Я тот, который положил свою жизнь за тебя. Я искупитель твой. Вы знаете, сегодня некоторые люди нуждаются в том, чтобы их купили. Ты дорого стоишь. Тебе нужно откровение, кто тебя купил. Тебе нужно здание, кто тебя купил. Он искупил тебя. Он искупил для себя. Он отдал себя. Он положил многие, многие, многие жизни ради того, чтобы ты сегодня имел способность жить. И не просто жить. Потому что некоторые говорят о жизни, знаете, ну, чтобы выжить только. Нет. Я не об этом говорю. Он говорит о жизни и жизни. Я говорю о жизни, которая будет бурлить в тебе, которая дает тебе силу. И вы знаете, мне нравится, когда вы заложили Третью Царство, да? А теперь открываем. Он сказал бы, заревновал я о Господе, да? После ветра землетрясение, ну, не в землетрясении Господь, потом Бог открывает. И дальше. Не в огне Господь. После землетрясения начинается огонь. И услышав 13 стих, Илья закрыл лицо своё милотью и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? Вы знаете, одиночество даже было в молитвенном состоянии. Мне нравится женщина, которую звали Анна, которая Первое Царство описывает её в первой главе. Она любила Бога. Она приходила на поклонение Богу. Она молилась Богу об искуплении. И она просила у Бога о том, чтобы Бог дал ей ребёнка. Она плакала перед Ним. Она была одинока, хотя у неё был прекрасный муж. Правда? Она была одинока, хотя у неё была семья. Финанна говорит ей, не лучше ли я тебе множество сыновей? Он говорит, нет. Вы знаете, одиночество, это не тогда, когда у тебя всё в порядке. И есть деньги, есть финансы, есть жертвы, есть благословения. Одиночество, это когда внутри тебя нет Слова Божьего. Одиночество, это когда внутри тебя не загорелось Слово Божье. Он не сказал тебе ничего. Поэтому Илья, он всё равно твердит одно и то же. Господь спрашивает его, а он всё равно твердит одно и то же. Я одинок. Я одинок. По сути дела, послушай внимательно. Ты одинок, пока ты не услышал поручения и повеления. Потому что я прочитал вам в 18 главе Деяния Апостолов. Он говорит, не бойся, я с тобой. Здесь есть люди, которым ты будешь свидетельствовать, которым ты будешь говорить. Он даёт поручение ему, потому что он чувствовал одиночество в том городе. Я не знаю, где, в каком углу ты сегодня находишься, но если ты чувствуешь одиночество, то только по одной причине у тебя нету внутри Слова, которое даёт тебе жизнь. Знаете, почему Иисус сказал, я не один? Он получил поручение. Иду как? Написано. Сделаю всё. Вы знаете, сегодня не просто надо молиться и просить у Бога Господь, благослови меня, надо получить ещё и Слово от Него. Молитва – это общение. Надо знать, что делать после молитвы. Когда ты встаёшь с колен, надо уметь протереть глаза и идти исполнять всё, что ты должен делать. Потому что, когда Анна встала после молитвы, она приняла то, что сказал Господь в её сердце. Ты зачнёшь и родишь. Всё в порядке, нормально, иди домой. Через год ребёнок будет. И она приняла это. Она умылась, она уже была весёлая. И муж на неё смотрит. Вау! Она была одинока, а теперь она счастлива. Вы знаете, почему несчастные люди? Потому что они не имеют откровения, не имеют Слова от Бога. Они молятся много, они плачут много, но молитва не спасает. Спасает Слово. И Иисус – исполнение этого Слова. Тебе нужно исполнять это Слово. И тебе надо дойти до конца. Я вам хочу сказать, что если бы Исаия остановился на том, что поговорил с Богом и лёг спать дальше, но Бог говорит, слушай, иди сюда, в моё общение. Я хочу, чтобы ты услышал, что я тебе скажу. Я хочу разговаривать с тобой. Я хочу дать тебе поручение, новое откровение, новое знание, новое видение. И, знаешь, сегодня некоторые получили откровение, что они уже всё сделали. Я всё сделал, Господи. Теперь Ты. И чувствуют внутри, что они одиноки. Они одиноки. Потому что внутри нету Слова, которое продвигает их вперёд, которое двигает их, выдвигает их. Почему Давид был не одинок? Он имел откровение внутри себя. Ищресил моих, произойдёт род царей, священников. Почему Авраам не был одинок? До девяносто девяти лет. И потом вдруг, в одно мгновение, он чувствует, вот я один остался. Знаете почему? Потому что ему нужна была откровение от Бога. Ему нужно снова Слово от Бога. Если в твоей жизни нету Слова, которое двигает тебя и направляет тебя, послушай внимательно, ты будешь чувствовать одиночество. и сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой. Слушайте внимательно. Я один, мои души ищут. Бог обращается к нему и говорит, ты готов слушать меня? Да. Давай, вперёд, назад. Трудись. Дальше делай то, что ты делал. О-о-о-о. Смотрите. Но Он не успокаивает его до того момента, пока Он не даст ему поручения. Слушай внимательно. Пока ты сидишь и ничего не делаешь в своей жизни, пока у тебя нету Слова, которое двигает тебя и направляет тебя, ты не будешь утешен. Утешитель же придёт. Знаете, где Он утешает нас? По пути, по дороге, благословляя нас, зная, что мы, утешение приходит по дороге. Правда? Дальше. И сказал Господь, пойди обратно своей дорогою. И когда пойдёшь, то помашь Азаилов цари над Сирией и Ауя над Сирией, слушайте, Аллилуйя. Я вот об этом потом буду говорить. Сыны Навасина помашь в цари над Израилем, Елисея же, сына Сапатова, из Авелмихолы помашь пророков вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иауи, и Иуи. А кто спасётся от меча, того-то тогда умертвит Елисей. Кто такой Елисей, пророк? Впрочем, смотрите внимательно, мне нравится слово «прочем». Не означай, Бог говорит, ты не один. Впрочем, ты не один. Слушай внимательно, есть такие же, как ты. Если ты чувствуешь одиночество, есть такие же, как ты. Вы помните, когда сыны пророческие вышли к Елисею и встречали Елисея? Это было и для Ильи. Это были те, которые поклонялись Богу, которые служили Богу, которые не преклонились и не лобзали уста вала. Лобозали. Это не значит, что они его целовали, они просто восхваляли его, благодарили его. Есть люди, которые не такие, как все остальные, есть такие же, как и ты. И я утешу тебя на пути, по дороге, я утешу тебя и покажу этих людей даже. И вы знаете, Он показал ему этих людей, по дороге, когда он шел, восходил, на, исполнил слово. Меня не утешают, когда мне рассказывают, слушай, у тебя будет все хорошо, покажи мне. Утешение начинается с того, что ты мне показываешь это, но Он говорит, пока ты не исполнишь этого, у тебя не будет и утешение. Пока ты не начнешь в своей жизни что-то делать, у тебя и не будет утешения. Ты понимаешь меня? Кто из вас понимает? Кто хочет утешиться, начни делать что-то. Молитва это не все, тебе надо поручение от Бога, после поручения нужно исполнение Его воли, потом приходит утешение. На словах утешение тебя не утешат. Тебе надо видеть потомство, тебе надо видеть то благословение, тебе надо видеть, вы знаете, когда Бог утешал Авраама, у тебя будут тысячи, миллионы, миллионов людей, миллиарды, которые будут твоими сынами. Он говорит, хорошо, но у меня нету. Ты утешаешь меня, я принимаю, я верю, я исполняю все, что ты делаешь. Я иду, как ты сказал, я хочу это видеть в утробе своей, я хочу видеть это в своем чреве. И Сара рожает ему ребенка. Знаете почему? Потому что он не остановился, не остановился в общении с Богом. Поэтому он отец веры, сверх надежды поверил Богу. И это уменилось ему. Послушай внимательно, если ты только на пути, это только надежда, если ты только сделаешь что-то, это надежда, тебе нужна сила, тебе нужна вера, потому что вера без дел. Если ты ничего не делаешь в своей жизни, ты не увидишь того, что Бог обещал, ты не утешишься, ты не успокоишься. Некоторые не находят покоя, потому что им надо выйти, им надо исполнить то, то, для чего Бог избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Я имею это обетование, я имею обетование, чтобы плод наш пребывал, мой плод должен пребывать, поэтому я делаю, бывает, я теряю все, но я не один, я могу по дороге потерять все, но это одиночество не гложет меня, знаете почему? Потому что я двигаюсь дальше, я ощущаю его, но я продолжаю двигаться дальше, и я знаю, что Бог выведет, ты понимаешь меня? Сестры, вы слышите? Бог выведет вас, если вы чувствуете одинокими себя, тебе не надо искать мужа, Бог сам тебе найдет его, слушай внимательно, если ты ищешь утешение своей одиночестве, ты найдешь его, кто-то сидит в компьютере уже, он не одинок, кто-то купил планшет, телевизор заменил мне общение с Богом, я вам хочу сказать, если ты в таком состоянии, тебе надо выйти из этого, потому что он не утешит тебя, он просто временно, знаете, что, уберет тебя из той цели, в которую Бог ведет тебя, он временно тебя успокоит, но он не утешит, я говорю об утешении, которое приходит от Бога, мне нравится размышление, мне нравится рассуждение, но мои рассуждения, они ничто, кто-то в мечтах погряз, и он успокаивается себя мечтами, но реальность, она другая, вы знаете, мечты, они могут вас привести к другим и неправильным вещам, и утешение мечтами, оно приводит некоторых к разбитому корыту, тебе надо сегодня общение с Богом, тебе надо войти в присутствие Божье, скажи Господь, я нуждаюсь в тебе, но не просто нуждаюсь, я хочу иметь от тебя слово, исполнять его, когда ты начнешь исполнять, ты будешь на пути, в Галгал, для того, чтобы там утешил тебя Бог, знаете, Илья идет к Иордану, для того, чтобы быть Вознесенному, он встречает одних пророков, вторых пророков, сынов пророческих, он утешается, теперь пора мне на небо, слушай внимательно, тебе надо такие утешения, тебе надо такие утешения, я понимаю, почему Илья встречает там мне воинов, потому что это все подстроил Бог, они пророчествуют ему, они Елисею пророчествуют, не ходи, не бегай, ты че, но если ты получил откровение от Бога, если ты знаешь, ты нуждаешься в утешении, двигайся дальше, дойди до конца, и вы знаете, мне нравится Елисей, он не утешался, когда видел сынов пророческих, они наоборот его отговаривали от того, чтобы он шел за своим господином, они отговаривали его получить то, в чем он нуждается, но он все равно двигался вперед, и когда Илья спрашивает его, Елисей, что ты просишь, что ты хочешь у меня, он говорит, духа вдвойне, ни мало, ни меньше, я хочу вдвойне духа, который на тебе, много вопрос слушай, но если дойдешь до конца, то утешишься, если будешь видеть, когда я буду забран на небо, то будет утешение в твоей жизни, и вы знаете, самое интересное, он утешился, он видел, он сказал это, но он подошел к Иордану, взял эту милость, и он сказал, ну где ты Бог Ильи, тот самый, и ударил этой милотью, Иордан разошелся, его удивление было великое, он удивился, но он принял это как должно, но когда сыны пророческие подошли уже, то утешение было супер, и поняли они, что дух Ильи почил на Елисея, тебе надо утешение, тебе надо утешение, оно придет в твою жизнь, когда ты дойдешь до конца, когда ты выйдешь и исполнишь все, что он говорил в твоей жизни, тебе надо утешение, меня не утешает, что я увидел со стороны землю обетованную, знаю, что меня утешит, если я войду туда и возьму ее как победитель, знаешь, что меня утешает, когда я получаю те благословения, которые Бог обещал, я думаю, и вас тоже, правда, скажи аминь, послушайте, Иисус умер за нас, для того, чтобы мы сегодня имели эту возможность приходить к Богу, получать от Него откровение, получать от Него Слово, и вы знаете, утешитель же Дух Святой, Он говорит интересным ученикам, давайте прочтем снова Иоанна, Я говорил 16, да, глава? Утешитель придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, если я закончу работу, утешение будет с вами, законченная работа, законченная работа, на пути откровения твоих радуюсь, но есть утешение, которое меня ожидает, смотри, и они пришедшие, Он и пришедший обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу, и уже не увидите меня и о суде, что князь мира осужден. Как-то Иисус говорит, если я сужу, то я не один, отец, который во мне судит. Самое сложное это судить, когда ты один сражаешься с дьяволом, когда ты воюешь один с дьяволом, тебе надо провозгласить этот суд. Дьявол уже осужден. И вы знаете, когда ты один, ты не способен противостать ему. Библия говорит, противостаньте ему уже твердой верой. осудите его. Еще многое могу сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он Дух Истины, то наставит вас, ибо не от себя будут говорить. Что услышит? Он будет говорить. то, что услышит. Послушай внимательно. Некоторым надо сегодня это слово. Почему? Я вам хочу сказать, когда в твоей жизни приходит будущее, твое приходит будущее, ты осознаешь, что тебе надо делать. Пойти заработать, сделать, исполнить, создавать, строить, разрушать. Ты знаешь свое будущее. Он дает будущность, он дает будущность. Если в твоей жизни сегодня нету этой будущности, в твоей жизни просто нету Иисуса Христа. Тебе нужен Иисус. Что нужно сделать? Принять его. Сказать Господь прости меня. Я был неправ, я шел неправильно, но я хочу исполнить волю твою. Я шел своим путем. Поэтому внутри меня не было утешения. Но с этого момента я хочу идти твоим путем. Чтобы ты мог сказать, когда все оставят тебя, я не один. Я не один. Я не один. Я не одинок. Вы знаете, когда Бог приводит тебя к таким же, благословляет тебя теми людьми, которые проходят те же испытания, ты не один. И ты понимаешь, вау, ты не один. Я помню, я в детстве, я готов был, ну, все, что угодно, только не один. Вы тоже, наверное, такие были. Куда угодно, но не один. С мамой. Если мама рядом, то все хорошо. Да? Не один. Дьявол настолько нас обманул, что нам теперь никто не нужен, и мы говорим, что все. самое интересное то, что великие люди, многие, которые закончили жизнь своим самоубийством, они не были одиноками. Они просто были обмануты. Они просто были обмануты. Некоторые, которые погибают таким образом, они обмануты, что они одинокие. Дьявол забирает их жизнь. Они не смогут уже покаяться, они не смогут прийти к Богу. Они одинокие. Знаете, не будь обманут сегодня теми обстоятельствами, которые вокруг тебя. Вернись к нему, скажи, Господь, я хочу слышать голос Твой. Я хочу слышать. Я не знаю, почему я это проповедую, но я чувствую, что это нужно было проповедовать. Я не знаю, почему в моей жизни Бог дает слово, и я говорю его, но я говорю, потому что я переживаю что-то внутри. Бог мне говорит, «Если я это сделаю, я удовлетворю, я утешил, я успокоился, и когда я не сделаю, у меня все равно происходит беспокойство, пока я не выполню то, ради чего Бог дает это слово. как-то Иисус сказал, я иду, как написано, и как желаю, чтобы это совершилось, то, что написано, я желаю, и в другом месте Он говорит, я томлюсь, я устал от этого, потому что есть некое утомление, когда ты не получаешь удовлетворения от того, что ты одинок, почему? Потому что все вокруг, оно не может понять тебя, оно не может уразуметь то, пока ты не исполнишь, пока ты не будешь там, на том месте, я вам хочу сказать, не ищите утешение у людей, идите на город, там есть утешение, там есть покой, продолжай двигаться в том откровении, которое ты принял. Давайте встанемся. Иисус Христос умер за наши грехи, чтобы мы имели сегодня часть Нима. Это причастие, это свидетельство, но некоторым надо сегодня покаяться, чтобы участвовать в этом, быть причастниками Его естества. Если ты желаешь, подними свою руку, я буду молиться вместе с тобой. Давайте склоним свои головы и просто произнесем молитву. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешник. Я нуждаюсь Тебе. Очисти меня и омой меня от всякого греха, от всякой неправды. Наполни мою жизнь своим желанием, своей целью. Дай мне эту цель. Я верю, Иисус, что Ты умер за меня, за мой грех и воскрес третий день. Я прошу Тебя, пусть Твое царство будет во мне от ныне и вовеки веков. Тебе слава, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.